В течение трех лет должна быть окончательно создана система защиты и поддержки пожилых людей. Об этом заявил сегодня глава государства в ходе посещения городского дома-интерната для ветеранов войны и труда «Светана», который находится в Минском районе. Открыт он на базе одноименного санатория, который реконструировали в начале 2000-х. Сегодня в этом доме-интернате проживает 92 человека. Для постояльцев новейшее медицинское оборудование, бытовая техника, современная мебель. То, что государство заботилось и заботится о стариках, всегда президент подчеркивал не раз. Сегодня речь сошла и о ренте. Александр Лукашенко потребовал навести порядок в этом вопросе. Ведь есть такие случаи, когда квартиры у пожилых людей фактически отбирают так называемые черные риэлторы. Давайте договоримся, что не за пять лет, а в течение трех лет мы создадим окончательную систему защиты. Защиты наших стариков и поддержки наших стариков мы уже ее нашупали. Ну чего, тянуть на пять лет? Не надо. Если мы говорим о ренте, о чем мы тогда говорили, ну пока вы еще тут договариваетесь, уговариваете. Есть старики, их никто не смотрит. Есть дети, нет детей, никто не смотрит. Наша задача этих стариков обеспечить. Человек старость должен прожить так, как положит. Тем более он, может, и радости не видел в этой жизни. А многие из них то точно не видели. После войны все родились, тяжело было. Надо, чтобы они хотя бы старость жили в нормальных условиях. Но у некоторых есть дети. Он уходит к нам, мы его берем на обслуживание, у него остается собственность, квартира в основном. Он отдает или детям, или кому-то, если нет детей. Мы должны забирать стариков. С их согласия мы забираем эту собственность, передаем другим людям в распоряжение государства. И надо привести ревизию. Надо привести ревизию, потому что очень много раньше, ну что стариков, мы их забрали, они здесь живут. А квартиру они кому-то отдали, как-то, говоришь, черные риэлторы появились. Здесь странно. Этих риэлторов надо отправить куда надо. На гособеспечение, только в другие формы содержания. Это сделать надо, неформально. Вместе с местными органами власти. Горисполкомы, Минского горисполкомы, горисполкомы областных центров и других. Где только возможно. Надо привести и посмотреть. Надо опросить людей, они расскажут, которые здесь живут. И определиться окончательно по формам. Четко определить, как будем в селе содержать стариков, как там, как там, кто будет содержать. Индивидуальные предприниматели, это государственные организации, чтобы мы окончательно сформировали вот эту систему. И на это всего три года. Сегодня в доме-интернате оказывают самые разные услуги, в том числе культурно-массового характера. Там организована работа клубов и кружков по интересам. Александр Лукашенко ознакомился с оснащением социального объекта и условиями проживания пожилых людей. Также президент пообщался с постояльцами за кружкой чая. Продолжение следует...